И погнали! Ларсик, поздравляю тебя с днём рождения! Я тебя очень люблю и уважаю. Ты замечательный человек. И хочу пожелать тебе благополучия и счастья. Мы с Сашкой и с Ирвишком вроде еще хотим пожелать тебе удачи. Той удачи, которая бы тебе способствовала в бизнесе. Той удачи, которая бы тебя способствовала в личной жизни с Катюшей. Чтобы ты оставался таким же прагматичным деловым человеком в то же время и таким романтиком и мечтателем. Потому что таких людей на самом деле очень мало. Потому что в тебе есть то, чего нету ни в одном человеке в мире. Я чувствую, что это качество у тебя есть и я не могу просто описать его. Ты просто замечательный. Ты замечательный друг. Ты веселый собеседник. Ты грамотный бизнесмен. Потому что у тебя действительно какие-то твои начинания уже получаются. Они уже имеют какую-то почву под нами. Я хочу, чтобы эта почва она подтвердила, превращалась в бетон. Над этим фундаментом рос бы замок твоего счастья, твоего благоплуча, твоей жизни. Чтобы у тебя была целая в последствии целая история после тебя осталась. Тот человек, который стал бы след после себя. Я тебя очень уважаю и люблю, Арсений. И я с радостью передам слово Сереге. Серега, начинай. Спасибо Никифорову Сане. Теперь для дорогого Фролова Арса скажу несколько слов. Ну, если кто не узнал, меня зовут Сергей Мавроди. Наверное, все узнали. Ну, может, слышали МММ, треть бюджета страны, но неважно. Так вот, с радостью присоединяюсь ко всем пожеланиям, сказанным до моей речи и тем, которые тебе Арсений Артурович еще предстоит услышать. От себя хочу пожелать ну, что пожелать от себя. Денег побольше от себя хочу пожелать. Будут деньги, все будет, Арсений Артурович, сами знаете. Хочу, чтобы Катюша Костина ваше предложение приняла, но я думаю, что она примет, не сомневаюсь в этом ни секунды. Еще слышал, что тебе нужен USB Hub. Сложное слово, но выучил. С удовольствием дарю тебе это замечательное устройство. Ребята при встрече передадут. Не забудь купить Катю сапоги, чтобы она точно уже приняла твое предложение. Саня Мануилов уже заждался и тоже хочет сказать тебе пару приятных слов, поэтому заканчиваю на этом и передаю слово ему. Поздравляю. Сережа, рад был, конечно, услышать твои поздравления в адрес Арсения, но Арсений, теперь пришло мое время поздравлять тебя. Арсений, что я хочу тебе пожелать? Я хочу, чтобы ты был здоров, чтобы ты был счастлив, я хочу, чтобы ты имел вообще такое внеземное счастье. Действительно, хочу, чтобы ты был действительно самым счастливым человеком на земле. Ты умеешь строить планы, умеешь глядеть в будущее. Я желаю, чтобы тебе все вот эти твои начинания, те твои умения, чтобы они тебе действительно сопутствовали в дальнейших твоих перспективах. Чтобы ты действительно сформировался как огромная личность. Огромная личность. Ну, среди нас ты уже сформировался как огромная личность. Я хотел бы, чтобы ты сформировался среди нас, не среди нас, а вообще среди нас. Я беру масштабно, то есть, это Крым, Украина. Чтобы ты выглядел действительно более крупно, ведь в принципе ты меня устраиваешь таким. Но я вижу в тебе перспективе, что ты можешь выглядеть больше и разогнаться, и быть действительно самым лучшим. И Арсений, никогда не останавливайся на достигнутом, никогда не замыкайся, никогда не тормози, никогда не вздумай даже там замыкаться, если что-то как-то не получается. Ведь если как-то у тебя что-то не получается, всегда есть для тебя мы твои друзья. Я, Саша, есть еще один Саша, который вот сейчас находится рядом со мной, есть еще один Саша, который находится не с нами, ну чуть-чуть дальше, есть Костя, есть в принципе, вот для тебя есть твои друзья, которые тебе всегда помогут, если где-то ты как-то провалишься. Ну, а также для тебя есть еще и Катя. Опять же, я Катю вспомню, уже в котором дубли я говорю о ней и постоянно как бы запарываюсь. Катя, ты замечательная девушка, ты очень красивая девушка, и ты очень хороший человек. Особенно для Арсения. Я никогда не видел Арсения действительно в таком вот тонусе, в таком настроении, в такой уверенности, именно когда с тобой. Когда я его сегодня увидел у нас в бане, когда он пришел с красным носом и, оказывается, ты его отвела на чистку, это я сразу понял, что все, это вы навсегда. Катя, я очень хочу, чтобы вы с Арсением где-то сделали что-то одно и у вас родились дети. Я вас очень сильно люблю. Ну, а теперь я опять вернусь к Арсению. Арсений, я хочу, чтобы во всех твоих движениях, где бы ты ни был, как бы, что бы там ни произошло, я хочу, чтобы ты не забывал про нас, про меня в сущности. Ну, и в сущности про Александра. Как бы, я не хочу говорить за него, я не хочу говорить за него какие-то слова, потому что этот человек, который, в принципе, как бы сам скажет, сам пожелает. Даже немножечко, знаешь, так вот так остановлю это видео, вот так вот визуально и скажу Мавроди. Вот Мавроди только что тебе говорил, да, что удача тебе, Арсений, там во всем, как бы, очков, у меня очков таких нет, у меня нет такого может быть ума, но у меня есть такое понимание, знаешь, как дружба. Я люблю тебя, Арсений, и я люблю друга своего, Сашку, которого я хочу сейчас пригласить, сюда, вот рядом со мной. Вот я сейчас сижу на этой табуретке, как бы, на этой табуретке ему будет место. Я хочу, чтобы он еще в завершении сказал что-то такое приятное для тебя. неожиданный поворот. Неожиданный поворот, но пускай он будет, как оно будет, пускай это будет даже галимая отвертка топа, которую, в принципе, я воспринял, как микрофон от электровойц, Шуре, 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 Пелегайф любил Шуре. Да, Пелегайф любил Шуре, да, пускай он любит Шуре, а у нас будет электровойц. Да, и вот, как бы, я поставлю сюда, якобы, якобы, Я тронул словами Арсения. Арсений, для Арсения, я тронул словами Шуре для Арсения. Шурик говорил от души на этот раз. Это, конечно, не первый дубль. И я просто, все эти дубли мы завершали, потому что они были очень-очень трогательные. Мы плакали просто с Сашей. Вот этот дубль мы оставим только потому, что он не вызывает таких слез, просто счастья у нас, когда мы слушаем его. и что он тебя просто не разорет на части от волнения. Я уверен, что этот дубль остается для тебя в памяти. Все остальные дубли мы покажем в режиссерской версии. Это отступление небольшое, я могу сказать только, что все слова, которые я говорил до сережки, это было правда. И еще, конечно, хочу добавить, что я очень желаю, чтобы все хорошие поздравления и все пожелания для тебя не взбылись. Чтобы они были не просто поздравлениями, знаешь, говорят люди, удачи тебе желают. Это множество, как каждый, не знаю, тридцатый человек из твоего скайпа или из контактов тебе напишут эти слова. Я хочу, чтобы все пожелания, которые тебе напишут, пусть даже это будет третий совершенно человек, левый, может быть, третий знакомый, который напишет тебе пожелания. Чтобы это пожелание, оно хоть не то, что там сбылось, а хотя бы, чтобы оно хоть дало тебе какой-то положительный вот... Александр, у нас на связи! Не перебивай. Извините, я единственный из вас, что их на связи, сейчас на связи, больше никогда не будет, кроме меня, и тебя. Поэтому у меня регламент заканчивается. Я хочу сказать, чтобы все эти поздравления, которые у тебя были, они дали тебе какой-то положительный результат, какой-то вляли на тебя, как-то хорошо тебя повлияли, чтобы ты запомнил что-то хорошее, что появилось вследствие этих пожеланий. И, конечно же, чтобы в первую очередь исполнить пожелания твоей любимой девушке, Катюше, которой я передаю больше привет. И я. Да, и Санечек. И чтобы мы с тобой, Арсений, всегда были рядом. Я тебя очень уважаю и люблю. Я очень уважаю, люблю Шурика. Мне очень мало на самом деле друзей на пальцах перечисать. В принципе, это друзья, наверное, вы вдвоем еще несколько человек, которых я хотел бы видеть с собой всегда. Я уверен в этих людях. Я хочу, чтобы ты был также уверен во мне. Я все сделаю для того, чтобы ты был уверен во мне. Арсений, я тебя очень уважаю. Ты молодец. И хочу передать слово все-таки обратно нашему ведущему, потому что он меня вытащил с мешка с цементом. В нем так было мягко сидеть. Я на самом деле никогда не ведущий, как бы. Я вот как бы человек, который, в принципе, изначально сел и человек, который, в принципе, хотел поздравить Арсения с днем рождения, пожелать ему удачи, любви. В принципе, все мы уже сказали сегодня. И хочу в завершении сказать, Арсений, все, что было предсказано, это не было приготовлено, это не было сказано. И мы сейчас буквально на твоих глазах, вот ты сейчас будешь все смотреть, мы сейчас возьмем, поднимем эту камеру, на которой мы буквально пишем, и я вообще понять не могу нахрена, я говорю, в эту отвертку, которая буквально закручивает восьмигранники или шестигранники, в принципе, как бы она мне нахрен не нужна. Она нужна Шурику, и она, в принципе, как бы здесь есть ингредиент этого неотлевимого государства, которое, в принципе, можно назвать сарай, да, как я говорю, в принципе, сарай, да. Ну, как сарай, как бы, я даже не стал бы оскорблять сараем мастерскую, это действительно мастерская, потому что здесь есть там... Теплый пол здесь есть. Да, неважно, я думаю, Арсений уже как бы надоело бы, он же, когда вот уже эти слова бы дослушал, он уже хотел бы выпить, он, знаешь, я думаю, как бы он будет держать рюмку, держать рюмку, когда мы будем эти слова говорить. Я хочу просто показать Арсению, Арсений, действительно, мы твои друзья, мы тебя очень сильно любим, и мы сейчас поднимаем камеру, и просто-напросто показываем, что никакого текста, никакого суфлера, никого, ничего абсолютно здесь абсолютно не было. Арсений, все было буквально просто создано на словах, то есть, как бы на идее, и у нас действительно очень много было дублей, короче, которые мы пытались снять. Я надеюсь, что это последний дубль, а он, походу, последний дубль, потому что я уже хочу спать. Ну, мало того, что я хочу спать, я хочу, чтобы это действительно было классно, но я вижу, что это будет классно, чувак. Не, я думаю, я думаю, что мы пересняли еще много дублей, но, честно говоря, вот это был сам с моей души. Не, ради тебя, Арсений, мы пересняли бы еще кучу дублей, ну, я просто понимаю, что это самый удачный дубль, самый такой веселый, самый такой ораловский, и мне, в принципе, не сытно его показать, я хочу передать привет всем, Никите, Алисе, Кате, Арсению, Димону Иноземцеву, ну, в принципе, Симону, Петрову, Фошке Богомольнинг, Иванову, Паше Богомольнинг, в принципе, всех ребят, кого мы знаем. Поэтому, как бы, мы уже заканчиваем видео, и как я и обещал, я покажу, что никакого суфлерства, никакого, вообще, буквально подготовленного текста к этому не было. Не показывай, а то он поверит. А вот теперь внимание, Арсений.